Смотри, кто это? Под присмотром трехлетней Пелагеи, наш оператор. Отлечь или удержать внимание девочки – самое сложное для мамы. У малыша туберозный склероз. Помощь раньше оказывали в самих тютюшах в службе «Радуга». Но с ноября за ней приходится ездить в деревню. В течение четырех месяцев мы пишем уже непосредственно и главе, и всем, и в Министерство образования. К нам спускают письма о том, что все решается, все проконтролируется, но никаких решений нет. Любому ребенку с ОВЗ положена по индивидуальной программе реабилитации психологическая поддержка. И вот, знаете, обидно то, что на протяжении вот этого времени ребенок ее не получает. В тетюшах примерно 40 детей с нарушениями речи, слуха или зрения. С ноября у всех один маршрут – село Урюм. Для малышей со сложным диагнозом этот путь кажется бесконечностью. Теперь помощь детям с диагнозом ДЦП оказывается в здании детского сада. Переезд в периферию все-таки сыграл свою роль. Посещение стало реже. Вот и сегодня двери службы закрыты. «Радуга» – проект психолога Веры Евграфовой. Пять лет назад она выиграла грант, чтобы получить специальное оборудование для занятия с особенными детьми. У нас было помещение, но потом оно пришло в негодность. Вот так случилось, что там аварийное состояние. Психолог-педагогическая служба «Радуга» является филиалом первой школы как раз-таки вот этого помещения, которое сейчас находится в ремонте. В первой школе «Тетюш» «Радуга» не осталась из-за ремонта. Исполком, говорит, переезд в село был вынужденным. Доступная среда, пантусы, специализированные санузлы. То есть в черте города на тот момент у нас не было такого помещения. Мы составили протокол с просьбой, чтобы до 15 мая вопрос решился по поводу перевода психологического центра «Радуги» в «Тетюши». Подписи, пожалуйста, все есть. С нами никто не связался. 15-е прошло, а «Радуга» до сих пор в деревне. Однако чудеса случаются. Во время съемки этого материала администрация нашла для «Радуги» новое место. В скором времени психологическую службу «Радуга» должны разместить в здании социальной защиты. Например, вот пока это кабинет централизованной бухгалтерии, но уже скоро выведут все документы, стеллажи и компьютеры. И здесь разместят сенсорную комнату и сухой бассейн. Вот это помещение также у нас будет под «Радугу». Сколько еще придется преодолевать детям 20 километров? Точную дату переезда исполком не называют. А мы остаемся на связи. Мы готовы преодолеть и 200 километров, чтобы расстояние для малышей сократилось. Альбина Менебаева, Амарат Зайдулин, ТНВ, Тетюшский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова